привет всех салам рожанцы салам дорогие соотечественники слушатели моего почтения сегодня не поговорим о хороших извинях давайте немного поговорим об этом как известно давно арестовали таксистов калифаленщиков или как их называют все бы ничего нормально что обычный таксист типичный таксист бедные таксисты травил людей то есть бросал клофелин и грабил нормально все бы ничего если бы через несколько дней не арестовали и отца это армянин нужно отметить тут что гражданин армении так вот и обыске туда и сюда выясняется что они травили это у них семейный бизнес занимаются давно древняя такая пройти профессия у армян нашли у них 98 часов таблетки около 100 штук десятки телефон мобильный нормально опять же все все бы ничего но вдруг я читаю армянских пользователей в разных соц сетях оказывается этот таксист семья карапетьянов коллекция коллекционировали часов представляете помимо этого они коллекции коллекционировали еще и таблеток кальфелина и мобильный телефон представляете таксисты коллекционируют часы телефоны и таблетки кальфелина знаете то как звучит как гробовщик коллекционирует золотые зубы грабежа мобильный он не имеет никакого отношения просто хобби ну что что он работает в кладбище просто коллекционирует золотые зубы меня поражает тут другое то есть то что ну преступник есть преступник одна преступник не имеет национальности такие люди есть у всех но понимаете когда читаешь от целого почта целого народа как они это обсуждают эту ситуацию немножко это меняет дело как можно оправдывать этих ублюдков и выродков которые мало того что грабили да ладно чуть с ними грабили там украли чё-то но они еще и таблетками их усыпляли и выбрасывали зима там неизвестно скольких людей они убили скольких людей погибли еще выясняется 98 часов нашлись представьте себе сколько они еще подарки делали продавали в армению отправляли дядя тетя вот я купил тебе часы за заработка за заработанные деньги мои за мои труды дарю на тебя тетя дядя племянник на тебе телефон отправляя а вот после стольких остались еще 98 часов коллекционер это у нас такие хорошие гуманны армия нет что азербайджанс а тут назло знаете вот вот не вовремя да вообще не вовремя появляется информация что в урале один какой-то зверь дик дикарь армяне так нас называют и нас преподносят такими перед другими особенно в россии перед россиян что азербайджанцы вы чё дикари звери дикари зверей азик азик по имени бахашки римов взял и спас целую семью с маленькими детьми полицейский зверь дикарь дикарь как он как он вообще посмеет такого зверь я еще не видел понимаете понимают там травить людей коллекционировать часы телефоны это вот нормально прекрасные люди отец семейный бизнес ради экономики россии поддержка отечественного производства понимаете все нормально все по человеку а тут на тебя взялся откуда-то вот этот зверь азик азербайджанец азеритюрок взял и спас целую семью ну и зверь ты похож какой же ты зверь дикарь 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 азербайджанец 20 летний пацан прыгнул в воду и спас трех маленьких девочек дикарь в либерцах либерцах леберцах либерцах ну тут в подмосковье представляете зверь ему кричали вот тут ребята рассказывают ему говорит мы кричали ему не прыгай салам его саламом называли не прыгать ты плавать не умеешь дикарь Зверь не умеет плавать и прыгает в воду каких-то там людей спасать. Ну скажите мне, вы не зверь? Нет, чтобы вот чисто понимать, знаете, как нормальные люди, как, к примеру, вот этот Амбарцов, армянин по национальности, нормальный мужик. Нет, чтобы взять вот девочка по имени Аня, взять и износировать, потом убивать. Нормально. Чисто по-человечески. Хороший человек. Замечательный человек. Армяне в России золотые люди. Азербайджанцы звери дико. Вот один из них в Саламадзе. Взял и прыгнул, спас детей, трех девочек и сам утонул. Погиб. Нет, не погиб, умер он. И представьте себе, власти отказались, когда начали искать его тело в речке, власти отказались помочь. Зачем? Зверю помогать. Почему? Зачем? Нет, нельзя. Он же зверь этот Саламадзе. Аллах Рахмад и Ла Са. Дикарь. Он был борцом. Он нормальный мультинин, знаете. Вы смотрите комедит, замечательные люди. Смотрите этот канал, немножко глубже покопайте. Вот посмотрите. Возьмите, например, к примеру, телесериал Универбал. Смотрите, какая там пропаганда такая, скрытая пропаганда идет. Эти персонажи там. Кузя. Кузький. Тупой. Идет. Балбес. Потом. Гламурная там девушка. Я забыл, как ее зовут там. Перетрахла со всеми за айфоном. Бегает за олигархами. Проститутка. Другая там с Таней. Сын олигарха Саша, что ли, его зовут. Да там Саша. Подкаблучник. Подкаблучник. Тупой сын олигарха. Отец там богатый, все такое. Он такой идиот. В съемных квартирах в общежитетах живет. Другая мучная. Будь сын какого-то там олигарха еще, да? Извините меня. Спиздя. Бестолч. Можно перечислять. Насколько мы находимся на одном из них. Майкл Арменин. Такой умный. Мачо. Со всеми там переспал. Девушка за него дерутся. А самое-то главное. У любого из них, когда какая-то проблема, приходит к Майклу Арменину посоветоваться. За вариантами. Он такой сидит. Но правда есть один способ. Вот эта фраза. Арменин помогает. Этому помогает. Тому помогает. Самый верный друг. Всех везде выручает. Вот такая скрытая. Все русские там одни проститутки, балбесы. Распиздяя. Один Арменин. Майкл. Отошли немножко от темы. Давайте еще, например, возьмем. Вот такой, да? Такой пример возьмем. Вице-губернатор Санкт-Петербурга арестован. Аганисиам Марат. Доверили человеку построить Олимпийский стадион. Как вы знаете. Там миллиарды рублей туда бухнули. До сих пор не построено. Нормально. Нормальный человек. Нормальный Арменин. Понимаете? Все хорошо. Все прекрасно. Нет? На это только смотрите. На этого. Зверя смотрите. На этого дикаря смотрите. Ара-Закалара. Азербайджанец. Зверь зверей. Везел и строит там стадион в Калининграде. Тоже олимпийскими играми. По футболу. То есть чемпионату. Представляете? Он даже свои деньги выложил туда. Нет, что больше воровать. Дикарь. Ты же дикарь. Ты зверь. Зачем это делаешь? Он вообще взял несколько лет назад построил в Владивостоке университет мирового уровня на 10 тысяч студентов. На 10 тысяч. Скажите, не зверь? Самый настоящий дикарь. Путин взял от гордости. Он гордил этой постройкой. Он взял там, провел. 20-й, помните? Сами 20-й в этом университете. Открытие. То есть именно с этим событием было. Отмечено. Зверь. Самый настоящий зверь. Маза Каларова. Его свердор тоже зверь. Дикарь. Азербайджанец. Занимается благотворительностью. В Москве, в Азербайджане. Дикарь. Зверь. А этот Аганесян красавчик просто. Взял в зенит арены. Там столько миллиардов. Можно было 10 стадионов построить. А что он посидит немного, выйдет. А миллиарды-то останутся. Это и говорит о том, что нормальный человек, прекрасный человек. Потому что он армянин. Давайте возьмем другой пример. Ну вот. В минеральных водах. Город такой есть. Собрались нормальные мужики. Армяне. Знаете. Собрались. А кто-то там что-то неправильно сделал. Он неправый был. Собрались. Поехали. Нашли этого человека. Представляете. 40 человек. Одного русского. Побили. Сбили. Убили. Молодцы. Прекрасные ребята. Армяне. Красавцы. Только так мужикам показывают. Ну. Собрались они на всякие. 40 человек. Вдруг один русский. А двое. Второй там вообще плохо. Там где-то лежит. Нормально. Отличие прекрасное. Одни майклы. Прекрасные армяне. Прекраснейшие. Умнейшие. Уманейшие. Армяне. 40 человек на одного. Бабах. Бабах. Все замечательно. А вы только на этих зверей посмотрите. На других. Смотрите. Азербайджан. В Красноярске. Звери. Кинулись. Горячую воду. И начали спасать людей. Вытаскивать людей из автобуса. Которые были заблокированы. Идиоты. Понимаете. Потому что звери. Дикари. Как можно так вообще поступать. Совсем что ли голову потеряли. Вы когда-нибудь где-нибудь видели. Настоящие звери. Дикари. Сколько раз да я повторяю эти слова. Дикари. Звери. Представляете. Сотни тысяч. Миллионы раз. Эти слова. В адрес азербайджанцев. Говорят. И повторяют. Очень хорошие. Прекрасные. Армяне. Армянская пропаганда. Особенно в России. И Европе. Я их слова подтверждаю. Доказываю. Ничего. Я тут ничего от себя не придумываю. Вот показываю. Вот. Азербайджанцы. Дикари. Звери. Смотрите что творят. Нет что. Рядом рынок. Они там работали. Эти помидорчики. Зеленщики. Эти азики. Нет чтобы тоже собраться. Там несколько. По 30-40 человек. Пойти там. Кого-то победить. Убить. Нет же. Они пришли там. Тянулись в горячую воду. Зачем? Потому что дикари. Звери потому что. Культуры нет. Понимаете. Нету культуры. Культура армян. Вот надо его примеры брать. Вот собрались там 40 человек. Пришли. Побили человека. Убили. Ушли. Культурно. Тихо. Спокойно. Эти съемки смотрели. Вы видели как они культурно пришли. Все нормально. В строй. В строю. Знаете. По две шеренги. Зашли. Сделать. Сделали. Так же культурно. Прекрасно. Ушли. Понимаете. Это деревнейшая культура. Армянского народа. Они представляли. Вот эти армяне. Эту культуру представляли. А тут какие-то звери. Дикари. Азербайджанцы. Очень так. Организованно. Неорганизованно. Кидают себя в горячую воду. Спасать людей. Один вообще дикар. Бросился в воду. Спасать каких-то там детищек. Понимаете. Девочек каких-то. Может нет чтобы изнасиловать. Убивать. Да нет. Неорганизованность. Понимаете. Дикость. Хаос. Ха-ха. Сейчас покажу. Минуточку. Вот это. Жительница Москвы устроила погром посольства Азербайджана. Угодила в полицию и так далее и тому подобное. Ольга Пукина приехала к стенам депреставительства в среду вечера. Пьяная полная любви. Рабочий день к тому моменту уже закончился. Но девушка это не остановило. И что дальше происходит. Дама села и пыталась прорваться в здание. По свойству. Грубо атаковая и так далее и тому подобное. Как выяснилось. Движимо она была страстным желанием отправиться в Азербайджан. Я вообще не понял. Ольга Пукина. Я вообще вас не понимаю. Дорогие мои россияне. Куда вы так хотели отправиться-то? Это сегодня произошло. Покойно вот сейчас я читал. И читаю и думаю. Куда эти русские? Куда хотят отправиться так? С таким желанием. Страну дикарей, зверей. Вы сначала послушайте своих хороших армян в России. Их мнение азербайджанцев. А потом уже решаете ехать в Азербайджан или нет. Потому что они везде всем рассказывают. Там дикарей, звери живут. Там ненавидят русских армян. Христиан вообще петь не могут. Там ходят вахты. Игил там. Везде игил в Азербайджане. А эта дурочка Ольга Ханом так яростно хочет отправиться в Азербайджан. Вы что, ребята? Я вообще не понимаю отношения. Так вот. Не понимаю отношения между Россией и Арменией. Вообще между двумя этими народами. Действительно, я не понимаю. Да мне не доходит. Потому что... Вот начнем с этого. Например, он уже сдох на днях. Буквально. Ливон Айрапитян. Российский миллиардер, который был арестован в России за мошенничество. Он сдох в тюрьме. А когда его арестовали, вот такие митинги происходили в Армении. Требовали освободить мошенника. Почему? Потому что деньги тут он... Все и туда, в Армению. В особенности карабахским сепаратистам. На вооружении и так далее. Чтобы они там побольше азербайджанцев убивали. Ну, дело не в этом. Потому что и суд доказал, что он преступник. Он мошенник. Суда и суда и так далее. Ему дали срок. В тюрьме он сдох. И буквально на днях, вчера, по-моему, я читал, что армяне, там идет в честь Ливона Айрапитяна. В честь. То есть, я вот что не понимаю, да? Радские армяне, как они говорят. В армении союзники во всех военных блоках, экономических союзах, они вместе. И любого армянина там останови, спроси. Да, останови армянина, спроси. Он скажет, ара, мы христиане, ара, мы братья, русские армяне, мы братья, ара. И вот не понимаю, как может в такой ситуации преступник и мошенник у тебя... В стране может быть героя у тебя в союзе. В стране, где с тобой в союзе во всем. Понимаете? Я почему это говорю? Буквально вот позавчера, по-моему, у меня дома не было несколько дней. Кстати, я поэтому роликов не было. Я с телефона иногда заходил. Поездки были у меня. Зашел, там есть один Шармазанов, по-моему, фамилия. Вице-президент партии, по-моему, является вице-президентом партии Сарксяна, президент Армении. Еще какой-то пост у него есть. У него там страницы, я читаю у него этот пост, оставил статус. Недословно примерно вот такие слова, что, имея в виду Ливона Айрапетяна, который сидел в тюрьме за мошенничество, преступление в России, и говорит, армянский народ потерял великого сына армянского народа. Что-то такое. Армяне потеряли великого сына армянского народа. Я там пару постов написал, но он меня заблокировал почему-то. Ну, примерно вот эти, то, что я сейчас говорю, буду говорить. Ну, как такое может быть? Преступник у тебя в братской стране, мошенник, может быть великим сыном твоего народа. Что вы, нахрен вы тогда, как союзник или братский армянский народ? Или та же ситуация, например, у них с национальным героем Ниджи Гориген. В годы войны, Великой Отечественной войны, Ниджи Гориген служил у Гитлера, дослужился до звания генерала. Вы представляете, фашистская армия дослужится до звания генерала. Ниджи Гориген, армянин. Его после войны арестовали. Советский Союз арестовали, дали ему срок. Он, так же, как и этот Айрапетян, сдох в тюрьме в Владимире. Фашист. Понимаете? И сегодня что? Они перезахоронили, взяли его тело, перезахоронили в Армении. Сегодня этому ублюдку, фашистскому ублюдку Ниджи Горигену в центре Еревана стоит памятник. Вы себе это представляете, дорогие россияне? Вообще люди, нормальные люди, все вы это себе представляете? Есть там памятник и маршалу Баграмьяну, который воевал с фашистами. Есть памятник еще и Ниджи Горигену, который воевал на стороне фашистов. Вы понимаете, что происходит в армянской обществе? Что это вообще такое? Что за отношение к своему союзнику, во-первых? Во-вторых, что за отношение к памяти тем армянам, которые погибли в борьбе с фашистами? Что за отношение ставит памятник фашисту, нацисту и мирами в центре столи и страны? Примерно вот такие слова. Он меня заблокировал. Не знаю, наверное, ответ не мог найти. Может кто-то ответит из россиян, из армян хороших. Может кто-нибудь ответить мне на такие вот вещи, на такие вопросы? Я понять не могу, как так может быть? Тот же Ливон Айрепетян, пожалуйста, мошенник, преступник в России посадили, взяли, посадили. Он там умер, сдох. А он в Армении герой. Ваня, слышишь? Он в Армении герой. А в России преступник. Вы союзники. Отлично. Все прекрасно. Как можно вас понять? Вообще, как можно с вами иметь дело? Вот эти другие страны, другие народы и президенты других стран на такие вещи же обращают внимание. Я простой человек. Вообще простой человек. И то, если такие вещи замечаю и кое-какие вопросы в таких темах ставят меня в тупик, политиков, министров, президентов. И тем более они это прекрасно видят и замечают. Как могут после этого нормально вот относиться, иметь какие-то серьезные дела? И вообще доверять вам? Что происходит? Вы потерялись? Дайте руки, мы вас вытащим. Или вы заводские такие? Я не могу понять. Но очень хочу понять. Потому что вы же соседи. Я азербайджанец. Вы наши соседи. Нам вместе жить. Рядом. Как минимум. С друг с другом. Поэтому очень хочется понять такие вещи. Вот скажи мне, россиянец, в чем сила? Бодрок был хорошим человеком. Его помню еще, когда они вели передачу «Взгляд». Помните? Я тогда учился в школе маленьким еще. Пацаном был. Но помните? Истев. Великий человек. Замечательный человек. Когда его убили, почему-то мне заделал это. Очень сильно заделал. Вот Бодрова. С тех лет я помню. Жаль, что таких людей убивает. В лице я истева имею в виду. Знаете, если бы у нас остался, такие люди остались бы. Сейчас я думаю, например, даже российские телеканалы были бы совсем другими. И не такими, как сегодня. И не такими, как сегодня. По пять, по десять таких, как Соловьев, Багдасарьянов, Кургиньян, сатановские, вот такие, поздыхали, да, умирали. Из-за таких, как Листья, нет. Вопрос хороший задал Бодров тогда в том фильме американцу. Но я хочу его поправить, потому что там ответ был «Сила в правде». Дорогие наши россияне, сила не в правде, потому что я всегда говорил это и говорю, правду я считаю проституткой. потому что правда многоликое. Многоликое правду. Много лиц у правды. Мы сами все говорим, да, люди говорят, у каждого своя правда. Представляете, да? А правда будет одна. А нет же. У каждого своя правда. Поэтому я считаю проституткой. «Сила в истине, дорогие россияне. В истине. Они в правде». У армян много правды. Очень много. Чересчур. Знаете, они даже не знают, куда девать всю эту правду. Как в борделях проституток. Много. Много правды. Но истина для вас закрыта. Заблокирована. Я имею ввиду для россиян. В России. К вам истина не допускается. Вы окружены. Окружены багдасарьянами, кургиньянами, степаньянами, габрильяновами, мирзаянами, бабаянами. Я причисляю тех, которые каждый день через телеэкраны вам глаза в мозг лезут. поэтому истинно недоступен для вас. Поэтому вокруг вас очень много зверей, дикарей и врагов. все враги. Все враги, кроме армян. Представляете? Но почему-то именно в Армении топчет флаг России, кидают яйцами посольства России, кричат «Путин сикдирь». Это в переводе означает «Путин иди нахуй». Если не видели эти, поищите хотя бы в интернете, найдите, посмотрите в Ютубе эти кадры. Нет, они самые хорошие, зато все вокруг враги. Всего одного азербайджанца допускают российские телеканалы Фуад Аббасова. Хоть один человек, хоть один человек может сказать, что этот человек, азербайджанец Фуад Аббасов, когда-нибудь призвал к конфликту или к войне Россию с какой-нибудь страной. Неважно с какой. Вот вспоминайте, когда-нибудь такого не было. Я отвечу заранее, заранее, потому что отвечаю за свои слова. Никогда. Один азербайджанец, единственный, допускается. А теперь вспоминайте Багдасарова, Кургиняна, всякого, вот эти, Араик Степанянова, который каждый день до хрена армян допускается. Каждый из них постоянно призывает Россию к войне, к конфликту с какой, с каким-нибудь народом, страной. С Украиной, Турцией, Америкой, Европой. Все время бомбить надо, этого отобрать нужно, этого убить надо, этого, не знаю, что еще. Зато патриоты России. И вокруг России почти уже никого нет. Все они враги ставят. Поэтому говорю, истина заблокирована в России. Зато правды очень много. Всем пока, всем здоровья, всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok